В Одессе с сегодняшнего дня повышенные меры безопасности. Так город готовится к третьей годовщине событий 2 мая 2014 года. Как силовики собираются предотвратить возможные беспорядки? И есть ли прогресс в расследовании майской трагедии? Подробнее мои коллеги. Одесская полиция отчитывается о ходе расследования майской трагедии, а у журналистов дежавю. Как и год назад, звучат все те же общие фразы. Следственно-оперативная группа обновлена, назначены дополнительные экспертизы с начала года, а подозрение объявлено четверым. Журналисты негодуют, дескать, мало конкретики. До сих пор непонятно, что же три года назад произошло в Доме профсоюзов, где во время пожара погибли 42 человека. Начальник областной полиции парирует тайна следствия. За три месяца 2017 года сделано больше, чем за весь 2016 год, извините. И есть реальные пидозры, и люди в розыске. Мы будем задерживать этих людей. И мы не стоим на месте. Спасибо за внимание. Общественники, которые контролируют дело 2 мая, такими ответами недовольны. Впрочем, признают, ничего удивительного. С самого начала следствие велось, словно специально, чтобы уничтожить важные улики и завести расследование в тупик. Это не просто халатность, уверены активисты. Если бы они не боялись затронуть фигурантов, важных, крупных, то с этим давно было бы уже покончено, была бы поставлена точка. А так получается, что у нас перспектива такая, что точка не будет поставлена никогда. А на самом месте событий у Дома профсоюзов сегодня собрались силовики. Подразделения полиции, патрульной службы, нацгвардии и пограничники будут усиленно следить за порядком в Одессе вплоть до 9 мая. В СБУ утверждают, в годовщину трагедии провокаторы планировали сразу несколько спецопераций. По прогнозам, желающие помянуть погибших придут сюда же, на Куликово поле. Удастся ли им возложить цветы? Вопрос. В прошлом году, например, площадь была почти целый день закрыта из-за сообщения о минировании. Впрочем, задача номер один сейчас не допустить столкновений между идеологическими противниками, которые наверняка сойдутся в этом месте. На любом языке, под любыми высказываниями, провокациям мы не допустим. Но уже вечером здесь же, у Куликово поле, майдановцы закрасили красной краской барельеф маршалу Жукову, прямо у входа в военкомат. Как им удалось сделать это в условиях, заявленных властями повышенных мер безопасности, вопрос. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.